А на полуфинал я уже приехала полностью осознанно, я точно понимала, что я буду делать, как я буду выступать, и я прям этого ждала. Мы продолжаем разговор, начатый в прошлой программе, с призером Всероссийского конкурса молодых исполнителей, руководителем эстрадно-джазовой студии «Импровиз» при Доме культуры Наринмара Кристиной Ясинской. Если в первой части передачи мы говорили о ранних и школьных годах Кристины, об истоках ее творческих поисков, то сегодня, как обещали, речь пойдет непосредственно о самом конкурсе. Состязания молодых исполнителей из 85 регионов организовали телеканал «Звезда» и Министерство обороны Российской Федерации. Интересно, что певица вначале даже не думала принимать в нем участие. Но вот однажды... Мне приходит в соцсетях сообщение «Кристина, добрый день, мы продюсеры нового проекта, ставьте свой телефон для того, чтобы мы с вами связались». Разговор с продюсерами состоялся, но текущих дел было настолько много, что она даже забыла о предложении и участии в конкурсе. Просто отослала файлы со своими аудиозаписями, а предложенную анкету заполнила, что называется, для отписки. Но, видимо, с судьбой не поспоришь. И вот еще через какое-то время опять раздался звонок. Мне звонят и говорят, Кристина, мы вас поздравляем, вы представляете Ненецкий автономный округ на телепроекте «Новая звезда». Я говорю, ну, отлично. Я посмотрела, говорю, а я не могу ехать. И со мной же, Кристина, вы понимаете о серьезности какого проекта идет речь? Но и это на нее не произвело никакого впечатления. У героини этой программы находилось тысяча отговорок, чтобы уйти от участия в конкурсе. И что бы ей ни говорили, Кристина отказывалась воспринимать все это серьезно. Я четко решила, что нет, я не могу, я не хочу, я не поеду. И, собственно говоря, за уши меня туда втянули. Были и скандалы. Меня на самом деле закрывали. Когда надо было отправить репертуар, уже была ночь. Мой коллега закрыл меня в кабинете и сказал, сиди, пиши, ты не выйдешь, пока ты все не отправишь. И, собственно говоря, вот уже прошел год, как я отправилась на съемки первого тура. И на самом деле я была настолько удивлена и шокирована, потому что я очень скептически отношусь вообще к шоу. И мы все понимаем, что такое шоу-бизнес. То здесь на самом деле было ощущение семейного уюта. Одной из главных целей проекта «Новая звезда» было собрать ярких представителей песенного творчества всех регионов России для объединения людей всех поколений вокруг темы патриотизма, дабы дать почувствовать и участникам, и зрителям, что откуда бы мы ни были, мы одна большая семья. Ты стоишь на сцене, где 85 ярких представителей своих округов, и ты априори испытываешь гордость вообще за страну, за регион. И если Кристина в начале с предубеждением относилась к проекту шоу-бизнеса, то, став участницей конкурса и пройдя все стадии подготовки, собеседований, репетиций, изменила свое мнение на эту сторону массовой культуры. На самом деле там все по-честному, все душевно, искренне, то есть профессионально. Опыт я приобрела колоссальный. Нарин и Марцев Кристина, конечно, заставила понервничать. В первом туре девушка набрала 100 баллов, и казалось, путевка в полуфинал уже в кармане. Но на втором этапе у девять судей оказалось сложнее. За свое выступление Кристина получила всего 20 баллов. Вышла с таким настроем сейчас всех с мету, сейчас просто всех, и ничего не произошло. Но зрители с решением жюри не согласились, взяли в руки телефоны и сделали выбор. В поддержку Кристины отправили тысячи СМС-сообщений, а значит, подарили ей шанс на продолжение борьбы за победу. Ну, бывает такой момент, что вот, ну, перегорел человек. То есть выходишь, отрабатываешь движения вокальные, какие-то маневры, но камеру особенно очень трудно обмануть. Но, тем не менее, певица осталась на проекте и продолжила борьбу за то, чтобы стать одной из лучших. И она очень благодарна всем, кто в трудную для нее минуту остался неравнодушен к ее выступлению и проголосовал за то, чтобы певица осталась на проекте и показала себя в полуфинале. По словам девушки, тут как раз и началось все самое интересное. Если сравнивать первый-второй тур, когда мы ходили, ничего не понимали, мы боялись всего, потому что для меня это было ново все. Когда ты выступаешь на сцене, вот задняя кулиса, она у тебя как какая-то стена. Это я заметила тоже на проекте. А в студии у тебя нет стены сзади. И вот это на самом деле очень не хватало. Камеры, которые перед тобой летают, и жюри, которые сидят в трех метрах, очень было непривычно и было страшно на самом деле. А на полуфинал я уже приехала полностью осознанно, я точно понимала, что я буду делать, как я буду выступать. И я прям этого ждала. Выступление Кристины в полуфинале было просто замечательным. Зрители не пожалели, что ранее проголосовали за нее. Однако и здесь кое-кто из жюри высказал ей свое мнение. Все-таки очень, Кристина, вы стараетесь нас всех убедить, что вы замечательная певица. Не надо убеждать, вы действительно очень хорошая вокалистка, хотя перекрикиваете очень. Мне не хватило какой-то тонкости, мне не хватило гибкости, которой не хватало вообще в ваших вот выступлениях. Хотя вы имеете, мне кажется, право на очень хорошую будущность. Спасибо. И эту хорошую будущность певица убедительно подтвердила в финале «Новой звезды». Содержание и в то же время яркое и незабываемое исполнение известной песни из кинофильма «Белорусский вокзал» «Мы за ценой не постоим» на 100% показало, что Кристина Ясинская заслуженно вошла в число призеров конкурса и еще выше подняла флаг Ненецкого автономного округа. Кристина Ясинская, Ненецкий автономный округ. Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу растаем в землю тунь. Во время подготовки к финалу продюсеры предлагали ей песенный материал, который, по словам Кристины, ей исполнять не хотелось. Она желала петь что-то проникновенное, а ей говорили «Ты не лирическая певица». Ну, я их переубедила. С лирикой у меня все в порядке. Погрустить мы очень любим. А на финал я должна была петь песню «Дорогие мои москвичи». Я слезно просила их, поменяйте мне песню. Они мне говорили, Кристина, нет, вот у тебя «Дорогие мои москвичи», все, ты отправляешься на репетицию к Бутману. И такая история. Я захожу на репетицию, они начинают играть, я начинаю петь первые полкуплета и начинаю плакать. Бутман, Кристина, что происходит, мы не так играем. Я говорю, нет, вы так играете. Мы начинаем повторно, и все, я уже не могу остановиться, у меня просто текут слезы, я уже слова не могу сказать. Продюсеры наседали, мол, для тебя нет другой песни, и ты должна петь то, что мы говорим. Но Кристина проявила характер и оставалась при своем. Даже был у меня такой небольшой бойкот, я не ходила кушать, потому что мне на самом деле очень было на тот момент плохо от того, почему все поют красивые песни о победе, а мне дали петь «Дорогие мои москвичи». Не совсем у меня этот пазл складывался, и меня заставили все-таки ее выучить. Меня не отпускали никуда, я не выходила из репетиционного класса. Я ее выучила, всем стало нравиться, мне стало самой это нравиться, как я ее сделала, и изменила отношение вообще к этой ситуации, то есть заставила себя полюбить эту песню. И вот как только у меня все получилось, они мне говорят, ну, Кристин, молодец, выучила, ну, если хочешь, можешь взять вот эту песню. И она за два часа сделала невозможное. Песня была разучена и не просто разучена, а найдены верные обертона и настроение, и так называемый посыл зрителю. Нас ждет огонь смертельный, и все же бессиленом, сомненья прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. Помимо певицы и артистки, я в первую очередь мама. Воспитываю дочь, ей два с половиной года, ее зовут Варвара. И завтра мы отправляемся на наш первый утренник. Вы представляете, сейчас дома за Кристину болеет ее маленькая дочка. Сколько ей? Год и семь, если быть точнее. Ой, ну, чуть больше, чем полтора года, совсем маленькая. Как ее зовут? Варвара. Варвара, давай ей привет передадим. Вон в ту камеру, давай ей скажем. Варвара, привет! Варвара, привет! В заключение разговора, помятуя, что данная программа пойдет в эфир как раз накануне Нового года, мы попросили нашу знаменитую певицу высказать свои пожелания всем северянам. Кто ее поддерживал, кто переживал за нее, кому сама Кристина теперь невыразимо благодарна. Пользуясь случаем, я хочу поздравить наших замечательных телезрителей с новым 2016 годом. Хочу пожелать вам от всей души всего самого светлого, доброго и лучезарного. Я вам песенку спою про пять минут, Эту песенку мою пускай поют, Пусть летит она по свету, Я дарю вам песню эту, Эту песенку про пять минут. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...